Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании TechMill и сами я, Артур Идиатуллин. Ну что ж, началась новая неделя и среди основных рыночных движений можно выделить продолжающийся даунтренд по американскому доллару. Если мы посмотрим на динамику индекса, он на сегодня выборой находится, снижается доллар против всех основных валют. Кстати, снижение началось во второй половине дня, тогда уже начала у нас расти и нефть. Наибольшее снижение американского доллара и наибольшее наступление против американского доллара наблюдается как раз таки по фунту, обосновано это тем, что там у нас больше успеха наблюдается в плане вакцинации граждан, в плане того, как экономика открывается. И, понятное дело, там быстрее ликвидируется премия за риск того, что может возникнуть новый локдаун, может по экономике снова от ограничений пострадать, активы становятся британские более привлекательными, долговые инструменты становятся более привлекательными, что и вызывает, собственно, передвижение вот такие на валютном рынке, вызывает укрепление фунт-доллару. В целом фунт-доллару там очень благоприятная картина, да, он может возобновить движение к 1,40, для этого сейчас есть, на самом деле, все предпосылки, советую присмотреть, собственно, к этой паре, рассчитывая на то, что аптренд у нас там по ней продолжится. Значит, по рисковым активам мы сегодня также наблюдаем такой спрос на риск, да, укрепляющийся, несмотря на то, что у нас по фьючерсам вот такая вот коррекция, она вполне обоснованна, если учитывать, что на прошлой неделе по индексам, по биржевым индексам США, мы видим обновление максимума, S&P 500 у нас перевалило за 4100, и, понятное дело, вот такая вот коррекция небольшая после обновления максимума говорит об уверенности рынков в продолжении роста, в том, что сейчас нет каких-то солидных, сильных причин для того, чтобы значительно корректироваться, да, спешить продавать, лучше поддержать и прицелиться на более высокие, какие-то более, присмотреться к более высоким целям, да, почти на 4200, на 4300. Сейчас все для этого есть у США, есть там и восстановление очень сильное, есть там и фискальные стимулы, поэтому, собственно, мы видим очень-очень такую неохотную коррекцию, по биржевым индексам США, и это, как бы, вполне обоснованно. Значит, по данным следует отметить сегодняшние розничные продажи по еврозоне, они очень удивили инвесторов, меня очень удивили. За февраль, правда, данные немножко старенькие, но все равно на них стоит обратить внимание. Почему? Потому что у нас сейчас, напомню, в европейской валюте, в европейских активах заложена премия за риск, премия за риск того, что вот они ввели новые локдауны, да, и сложилось впечатление, да, такое, что так как локдауны продлеваются, так как уже был опыт такой, что локдауны наносит удар по экономике, значит, так как ЕС выделилась, вела, получается, локдауны, ну, некоторые стран, да, ЕС ввели локдауны, значит, относительно других стран, да, там будет в активах не очень хорошая динамика, более слабая динамика. Вот такие вот у нас были, будем так говорить, такая вот предыстория у нас по европейским активам есть, и последние данные – это индексы активности в производственном и непроизводственном секторе. И вот сегодняшние розничные продажи, они все указывают на то, что быстрее переходит ЕС к восстановлению. Видно, что вот здесь ожидания составляли минус 5,4%, значительно меньше сократились розничные продажи за год. И в то же время месячная динамика нам показывает, что импульс восстановления розничных продаж ключевого компонента потребления оказался более сильным, чем прогнозировал рынок, чем прогнозировали аналитики. На прошлой неделе, я напомню, у нас вышли также индексы производственной и непроизводственной активности по еврозоне, которые показали, что в марте, собственно, вот эти два основных сектора экономических, они перешли к росту быстрее, чем предполагалось. И вот именно переход к росту, да, вот как сильно начало расти после депрессии, он оказался также превосходящим ожидания. И в целом, в целом розничные продажи, производство, деловой климат, все указывает на то, что по еврозоне, по ЕС сейчас набирается более сильная динамика, чем рынок предполагал. Поэтому там пересматривается вот эта, как я сказал, премия за риск в активах, да, она была очень высокая, поэтому они стоили дешевле. А сейчас получается, если мы видим, что ожидания пессимистично не оправдываются, эта премия за риск убавляется, ликвидируется. Поэтому, собственно, и оправдывают, да, сильную динамику по европейской валюте, усиление против доллара, оправдывают и в европейских активах на фондовых рынках Европы. Также оптимизм, да, который там появляется. А сегодня также у нас появились данные по Китаю, по тому, как Поднебесная у нас осуществляет свою кредитную политику, произошли ожидания кредитный импульс. Больше там, получается, займов выпустили банки, чем предполагалось, да, видно. И обычно, обычно за этим следует рост аппетита к риску на зарубежных рынках. Потому что когда у нас есть кредитный импульс, с такой крупной экономикой Китая, ну, как бы, рисковые активы не могут это не заметить, так как это еще один, получается, фактор поддержки рисковых активов, вот именно кредитный импульс. И в Китае именно перспектива роста денежного предложения за счет вот этого. Также, смотрите, у нас стоит отметить, стоит иметь в виду, на прошлой неделе, в пятницу, у нас появились очень важнейшие просто данные по американской экономике. Это у нас были данные производственной инфляции. Сейчас я вот тут ее не могу найти. В общем, она у нас появилась в пятницу и показала у нас процент... Вот, да. Вот такие вот у нас данные вышли. Производственная... Индекс производственных цен, месячные изменения 1% против прогноза 0,5%. В общем, напомню, что у нас динамика в производственных ценах, она у нас является предвестником того, как будут меняться потребительские цены. Потому что вот это у нас инфляция, это инфляция на промежуточные товары. То есть, не на конечные товары, а те, которые еще дальше будут использоваться в цепочке производственной. Если цепочки производственные растут у нас в ценах, получается, и в потребительских ценах также у нас будет ценовое давление повышаться. И вот такие вот данные неожиданные еще раз подчеркивают, что у нас есть ценовое давление в США очень сильное. Причем, раз вот так вот превосходит прогноз, да, получаются актуальные данные. Это вот нужно иметь в виду. По Китаю примерно та же самая ситуация. Я сейчас не буду проматывать вверх. На прошлой неделе у нас также появилась там, собственно, инфляция по Китаю, также производственная, также он опередил, получается, прогноз рост цен. Там было 4,4%, ожидалось 3,5%. В общем, повсеместно у нас происходит рост ценового давления. Вот это вот важно иметь в виду, потому что центральные банки у нас стремятся достичь инфляции. И если, получается, инфляция достигает каких-то целей или ускоряется быстрее, чем ожидает центральные банки, это может привести к тому, что они могут нажать на педаль тормоза внезапно, да, ну не так внезапно, но по крайней мере забеспокоиться, да, предупредить рынки о том, что инфляция ускоряется чрезмерно. И это как бы в итоге увеличивает риск того, что ставки начнут улучшать раньше. Поэтому нужно следить за тем, как у нас растет инфляция в основных экономиках, в Китае, в США, потому что от этого будет зависеть политика центральных банков, будет зависеть то, когда же они начнут снова повышать ставки, несмотря на то, что они сейчас говорят, что мы не собираемся повышать ставки, пока не увидим существенное ускорение инфляции. Это вот вилами на воде писано, на самом деле. Это вот утверждение, по крайней мере, что вот на основании вот этих кучих данных, да, то, что у них есть. А инфляция может ускориться, на самом деле, вот такими темпами, да, она может ускоряться и при этом застать чиновников в расходах. И мы можем видеть раннюю нормализацию политики, да, это имеет далеко идущие последствия, в первую очередь, для фондового рынка, для рисковых активов, потому что они сейчас во многом держатся на дешевой ликвидности. Вот это нужно иметь в виду. Рост инфляции, да, чрезмерный рост инфляции, бурный рост инфляции, это враг стабильности на фондовых рынках, потому что центральные банки вынуждены будут как-то отвечать на эту инфляцию. Вот это вот нужно иметь в виду по поводу инфляции. Также у нас на прошлой неделе вышли данные по канадской экономике, вот такие вот внезапно очень сильные цифры. Удивила канадская экономика инвесторов. Так, в 303 тысячи рост рабочих мест в три раза выше прогноза. Это вот не сравнится, да, там экономика США и Канады. И тут вот такой, когда бурный рост происходит, нужно вот это подметить, взять на галочку, да, получается, потому что, ну, это сразу, да, как бы имеет далеко идущие последствия, опять же, для политики центрального банка. Когда у нас есть рост рабочих мест, когда у нас есть снижение безработицы, в любом случае там будут какие-то движения по инфляции. Почему? Потому что, когда у нас растут рабочие места, вот такие вот темпы высокие, это значит, что у нас есть инфляция зарплат. Спрос на рабочую силу растет, предложение сокращается, да, или предложение стоит на месте. Короче говоря, рост спроса на рабочую силу напережает предложение, и это все приводит к инфляции зарплат. Инфляция зарплат – это потребительская инфляция, рост потребительской инфляции. Когда у нас это происходит, центральный банк вынужден реагировать. Поэтому, ну, рынки, так как рынки, естественно, это все закладывают намного раньше, на период все закладывают, вот такие цифры не могут остаться без внимания. Советую рассмотреть по канадскому доллару и динамику. У него сейчас может быть аптренд против американского доллара, против кросс-курсов, да, каких-то, потому что в данных очень большой сюрприз рынки должны это учесть. Учесть, прежде всего, повысив спрос на канадскую валюту. Поэтому стоит, да, как бы рассматривать, не в долгосрок, но на месяц, на два стоит рассматривать, да, канадский доллар, потому что там очень сильный импульс экономический есть. Также по нефтяным ценам, ну, да, они у нас снова перешли в рост, на фоне того, что у нас на выходные глава ФРС Джереми Павелл у нас, смотрите, значит, он заявил, да, что может сейчас наступить, слушай, перелом момент, когда вот окончательно занятость и инфляция перейдут к необходимому восстановлению. И, понятное дело, такие комментарии, такая уверенность, она заряжает оптимизмом прежде всего товарные рынки. Почему? Потому что восстановление экономики сопровождается ростом спроса на базовые товары, на сырье, прежде всего на нефть. Поэтому, собственно, у нас сегодня вот такой вот оптимизм в нефти есть. Переваливано за 60 долларов, затем еще был скачок в 60 с лишним, получается, плюс уже 2%. Такая вот у нас динамика есть. Понятно, почему. Еще раз подчеркну, у нас есть производственная инфляция по двум ключевым экономикам в Китае и США. На прошлой неделе мы увидели в них сюрприз, мы увидели то, что актуальные значения превысили прогноз. Значит, у нас, если растет инфляция на промежуточные товары, значит, все в производстве хорошо. Собственно, это значит, что рост спроса на энергоносители, да, он будет расти со стороны производственных секторов крупных стран. Это нужно иметь в виду. Плюс там еще сейчас подходит у нас весна, да, увеличиваются у нас поездки, постепенно у нас мобильность потребителей повышается, рост спроса с их стороны растет. И, ну, не может на это нефть не реагировать. Сейчас по спросу мы ожидаем ряд позитивных новостей по крупным экономикам. И так как у нас нефть хорошо сконвертировалась, скорректировалась, держится она сейчас вот в этом диапазоне, как мы видим. Если у нас будет, смотрите, пробой, получается, уровня вот здесь 62, давайте еще раз его отметим. Уровень 62, вот этот у нас, если будет пробой вот здесь, мы выходим за вот этот диапазон, который у нас, в котором у меня здесь пребывает довольно-таки долго, мы можем говорить о возобновлении какого-то долгосрочного роста. Поэтому можно, в принципе, рассчитывать на короткую длинную позицию в сторону уровня 62 примерно. Затем мы будем смотреть, как тут отыгрывается данный уровень. И потом уже, если будет пробой, соответственно, вот здесь и закрепление какое-то, если мы уже выйдем выше, получается, вот этого диапазона, мы можем говорить о том, что основание переходит в рост. Это новая фаза роста, о которой, кстати, еще и ОПЕК предупреждал. Напомню, они сократили, не сократили, они решили повысить производство, начиная с мая. Это четкий сигнал того, что они вот ближе, получается, к середине второго квартала, они ожидают усиление спроса на нефть, они ожидают снятия локдаунов, и поэтому нефть будет к этому очень чувствительной. Уже сейчас это начинают вот закладывать. Поэтому вот рассматриваем сейчас вот такие цели, ставить на какую-то коррекцию дальше вниз бессмысленно, потому что больше сыпется у нас новости о том, что страны все-таки снимают, постепенно ослабляют ограничения. Это позитивно, естественно, отражается на перспективах спроса, но на нефть, собственно. Вот такая у нас ситуация обстоит об рынках. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы хотите видеть новые обзоры, если вам этот обзор понравился. На этом я завершаю сегодняшний обзор. Всего доброго, торгуйте в роли.